Согласно нашим оценкам, политическая нестабильность может привести к сокращению роста на 0,5% в этом году и более 1% в следующем. Игель Кардоса, BBVA Сегодня Испания огласила несколько показателей экономики, включая индекс бизнес-уверенности за март, который находится на отметке минус 1,9%. Как вы расцениваете оглашенные сегодня индикаторы? В целом они полностью соответствуют тренду хорошего экономического роста. Да, индекс уверенности сократился, но если сравнить с докризисным уровнем бизнес-настроений, сегодняшний показатель все равно выше средней отметки до кризисного периода. Давайте посмотрим на показатели продаж, на данные по занятости. Все они указывают на рост экономики в первом квартале, а именно темп 0,8%, что в переводе на годовой показатель составляет 3%. Это довольно хорошо, учитывая текущие условия среды. Платовая ситуация в политической жизни Испании продолжается уже полных три месяца после декабрьских выборов. Насколько велики последствия этого для экономики? Данные не свидетельствуют о сильном влиянии. Хотя это правда, что степень неуверенности возросла. Но в большинстве случаев на экономических индикаторах это не отражается. Вероятно, это вызвано внешними факторами, такими как дальнейшее смягчение монетарной политики ЕЦБ, экспансионистская фискальная политика, оглашение дефицита бюджета. Вместе с низкими ценами на нефть это может быть причиной, почему политика Испании не оказывает особого влияния на ее экономику. Повлияет ли в будущем состояние политического сектора страны на ее экономику? Согласно нашим подсчетам, высокая степень неуверенности, ухудшения бизнес-настроений станут частью экономической динамики в этом году, и их влияние на рост экономики может оказаться значительным. Согласно нашим оценкам, политическая нестабильность может привести к сокращению роста на полпроцента в этом году и более одного процента в следующем. Таким образом, несмотря на то, что у нас нет доказательства негативного влияния политики на экономику, если в политике ничего не изменится, то влияние на экономику ощутится уже через пару месяцев. Мигель, спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в Дукаскопе ТВ. Спасибо. Спасибо.